О ходе выполнения мероприятий по реализации госпрограммы строительства жилья на текущую пятилетку говорили сегодня на заседании в райисполкоме. Работа в этой сфере идет активными темпами. В 2018-м в Мозре нет долгостроев. При этом наблюдается динамичное структурное перераспределение. Большинство новоселов – мазыряне, которые участвовали в долевом строительстве, а вот квартир для очередников строится меньше. В Мозрском районе осуществляется многоквартирное и индивидуальное жилищное строительство. Строительство жилья возводимого в Мозрском районе осуществляют три основные строительные государственные организации – ООО «Мозрский ДСК», ООО «Мозрепромстрой» и ООО «Полесьестрой». За счет всех источников финансирования за период 2016-2017 года в эксплуатацию введено 146 тысяч метров квадратных жилья. В том числе для граждан, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с государственной поддержкой построено 15,1 тысяча метров квадратных общей площади жилых домов. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья для мазырян в прошлом году составила 761 рубль, что значительно меньше средней цифры по стране. Современная тенденция – возведение экономичных домов типовых потребительских качеств. Самый бюджетный вариант – с использованием белорусских стройматериалов. Крупные предприятия, как, например, Мозорский домостроительный комбинат, при возведении многоквартирных домов также отказываются от услуг посредников. Практически все работы, вплоть до производства и установки окон ведут сами. А это также позволяет снизить себестоимость квадратного метра. Продолжают расти и микрорайоны индивидуальной жилой застройки. В общем количестве выделяемых земельных участков для индивидуального жилищного строительства составляет 30%. Целевой показатель доли участков для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, в общем количестве выделенных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, выполнен на 45%, при установленном госпрограмме на 2018 год в размере 80%. Для выхода данного показателя, надоведенный в настоящее время уровень, решается вопрос о разработке проекта детальной планировки микрорайона номер 41, а также увеличению объемов строительства инженерной и транспортной инфраструктуры в районах индивидуального жилищного строительства, где земельные участки не будут уже выданы. Продолжается и освоение средств, выделенных на инфраструктуру. В микрорайонах индивидуальной жилой застройки проводят воду, газ и электричество, постепенно благоустраивают территории. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры осуществляется и к многоквартирным жилым домам. Прогнозы у моторских строителей в целом позитивные, но председатель райисполкома Елена Павлечко акцентировала внимание на необходимости соблюдения нормативных сроков и на качестве возводимого жилья. Еще один вопрос на контроле квартиры для многодетных семей. Основная задача – это обеспечить живем наших многодетных сроков и особенно такой категории – это многодетные семьи. По состоянию на 1 январе будущего года у нас таких 320 семей многодетных, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. От строительства перешли к вопросам охраны детства. Решить все вопросы в данной сфере, поддержать благополучие и безопасность подрастающего поколения призван декрет президента номер 18. За январь-апрель текущего года в отдел образования, спорта и туризма поступило 236 сообщений о социальном неблагополучии в семьях. В сравнении с прошлыми периодами данное количество уменьшено, что дает возможность полагать о стабилизации ситуации в семьях. Сигналы о выявленном неблагополучии в семьях, где проживают дети, поступают из различных источников. Основное их число сообщений поступает из милиции и учреждений здравоохранения. Имеется информация о посещениях семей в результате рейдов. Семья без насилия, работы смотровых комиссий. Ежемесячно в районный Координационный совет поступают сведения о семьях, имеющих задолженность по коммунальным платежам. Всего в районном банке данных несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, состоит 375 детей из 190 семей. Чтобы устранить причины неблагополучия, проводится серьезная работа. От индивидуальных патронажей на дому до психологической помощи родителям и их трудоустройства. За выполнением требований декрета номер 18 следят на самом высоком уровне. Ведь вовремя принятые меры могут гарантировать как минимум еще одну спокойную детскую жизнь.